всех приветствую показываю как я соединяю две ниточки которые или закончились в моточке или вдруг оборвались вы например увидели какой-то не качественную нитку например какой-то узелок бугристость или еще вам это не нравится нитка была ровная как мы прячем аккуратно хвостики делаем узелок а вот с длинными такими вот хвостиками обязательно с длинными и вяжем наш ряд вот смотрите ниточки эти оставляем делаем накид дальше вяжем просто столбик с накидом а вот эти ниточки укладываем на на предыдущий ряд и обвязываем их я сейчас сделаю здесь провязывание аккуратненько не спеша это у нас такой тонкий момент так вот петля вытянулась видите значит я предыдущий столбик чуть-чуть потуже свяжу потому что мне нужно чтобы узелок не захватывался это моменте вот где идет накид чуть-чуть потуже и у нас уже прям на полмиллиметра каких-то на микрон и будет равномерно вот видите узелок теперь укладывается с ниточками к месту предыдущего ряда вот и дальше я провязываю столбик с накидом все узелок у нас почти спрятался накид и мы обвязываем эти ниточки вот они у нас лежат это вот принцип как и у бурдона обвязываем ниточки столбиком с накидом обвязываем ниточки вот я уже пришла вытягивать столбик этот с накидом это уже у меня неравномерно видите я все здесь не держу обвитие мизинца на такой скользкой ниточки это тюлип микрофибра лучше делать обвитие и на тоненьких ниточках когда мы кружева будем вязать также на хлопки хлопок более цепки он фактурный он не дает скольжение можно просто спокойно держать так как вы привыкли постепенно каждый столбик провязываем и ровненько укладываем ниточки на предыдущий ряд всем нам у нас произошло соединение с изнанки не видно и с лица не видно наши кончики идут на изнаночную сторону когда они там завершаться хвостики чтобы не мохнатились сюда их так что это не тут за хватило ниточку вот она эти загнулась не проглядела ну это вот у липа вот такая вот особенность есть вытягивается она не все ее любят эту нитку я ее полюбила я ее полюбила девочки и подчинила у нас произошла взаимность так вот вот ровненько получилось соединение дальше идем до завершения кончиков и вот эти вот кончики на изнаночную сторону так поворачиваем теперь смотрите вот у нас вот так вот здесь получилось вот это вот обрезаем тюлипе я здесь по-другому делаю закрепочку но так как у нас с вами хлопок и в некоторых случаях шелк но шелк с бобины девочки вяжут поэтому вам не надо такие концы фиксировать все так обрезаем не в натяг не надо в натяг у вас при после стирки после утюжки после вот его этот кончик сам спрячется теперь посмотрите и дальше продолжаем вязать в общем мне этот узор понравился я уже хочу летнюю маечку из него связать или топик или типа футболочки вот чтобы с рукавчиком было таким чудо локтя задавайте вопросы все что нужно будем отрабатывать сразу на практике теперь смотрите после это сообщение оторгаться что оторгаться подоргаться ください м